Мы говорили про изменённое состояние сознания, то, что у нас сейчас состояние дебилизации общества и так далее. Как лично я для себя объясняю с позиции вот этих результатов фундаментальной силы, которые получил я на этот период времени. У нас на сегодняшний день электромагнитный сигнал модулируется путём формы спирали. Спираль имеет или правую, или левую накрутку. Те, которые сейчас делают прямо эксперименты, они делают это всё по свеосветной грамоте. Всеосветная грамота – это правосторонний виток. И только для них это, для них лево – это смерть. Левый виток – это смерть. Я никак не мог понять, почему так происходит. Это же какая-то, ну вот, представишь, ты однорукий, правый. У тебя левого нету, вот ты однорукий. Ты православный. У тебя всё, вот одна половина правая, ну, дееспособная, а левого нету. Ну, раз ты отрицаешь левое, для тебя это смерть, значит, ты правый. И вот ты только по правой дееспособный, а левого – не дееспособный. Нет гармонии. Я себе задавался вопросом, как-то если православие, значит, должно быть левославие. Искал, 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 и вдруг мне пришло понимание, что эта модель, она очень хорошо и чётко проявлена у нас в политической системе. Есть левые и правые силы. Правые силы – это, которые борются за империализм на сегодняшний день, за царя, и у них вот это православие – это вера, которая их ведёт. А левые силы – это те, которые, как бы, Советский Союз. Левые силы, ну, по-простому, Советский Союз. И в Советском Союзе, в период Советского Союза, не было вот этого православия. То есть оно было угнетено. И мне пришло понимание, что для этих православных левый действительный виток, потому что, ну, левый – это действительно смерть, это угнетение. Но вот эта вот форма модуляции сигнала, она приводит дело в гармонию и левый, и правый виток одновременно. Это третье состояние. Но мы сегодня живём в правостороннем витке. Вот то, что мы сегодня видим, наблюдаем – война. Это результат правостороннего витка, модуляции. А мы говорим про изменённое состояние сознания. У нас технология – это мобильная связь. Не надо будет колоться ничем, понимаешь? Вот мобильный телефон, в последнем ролике снимал, 6G. Вот этот аппарат, он не принимает этот сигнал, частоту. А если он будет 6G, а это уже на подходе, у нас в магазине 5G продается, в Китае уже есть 6G. 6G аппарат, он проводит эту частоту. Вот удалённые прививки. Чем хочешь, тем колись, без всяких этих. Так хочешь ты или не хочешь, не ты даже решаешь. Даже не ты решаешь. Так всё же зависит от того, на какой частоте сам человек умеет. Да мы все одинаковые. Да мы, вот мы живём, если по крупнику, вот прямо вот, как бы глобально, мы все одинаковые. Все. Вот рождаемся и туда ползём, на кладбище. Есть исключения. Не все умрут, но все изменятся. Но ты исключения? Моих, вроде, нет такого. Да оно у всех есть. Ты живёшь в этой среде. Ты живёшь в этой среде. Я наблюдаю другие явления. Возможно. Я наблюдаю разность частот у людей. Я вижу, как они меняются. Я пишу, как на каждой частоте человек проявляется по-разному и в разном пространстве в итоге прерывает. И как в одном и том же месте двое людей стоят в пульсе, в видеокамерой, снимают небо. И на одной камере радуга, а на другой нет. И этот, который снимает радуга, он её видит, наблюдает. А второй не видит её. И у него она даже камера не отображает. Вот что я наблюдаю. Да, мне напомнило. Ты даже вся одинаковая. Уже темно, всё, вышли с парнями. И на горизонте северное сияние. Северская область, а северное сияние, мебель на горизонте. Это же что-то такое. И мы кричим, эй, парни, северное сияние. А у нас был такой, ну, один такой. Он не вписывался в компанию. И вот он постоянно там в сомнениях. Он выбежал, посередал в другую сторону. Нет у него никакого сияния. Никакого сияния, если бежал, это не врут. У него и не было сияния. Никакого. Даже если бы ты туда посмотрел, он бы не увидел. Нет. Он бы увидел, но он бы посмотрел в другую сторону. В его жизни, искренне, искренне, нет. Не было этого сияния. Вот об этом я и говорю. Что технически вроде как мы все вот тут. А на самом деле есть уже вот это. То есть в принципе мы все живем в международном матче. В своем мире. В диапазоне, в проявленном диапазоне. Мы живем в проявленном диапазоне частот. Возьмем вот этот отрезок. Это отрезок из бесконечной прямой. Что туда, что сюда? Ну, прямая бесконечная. Это отрезок проявленный. Вот в этом отрезке. Вот это как я про колонки тебе сегодня объяснял. То, что захватывает, например, микрофон и может выйти на колонку. Вот, например, этот отрезок. Вот это норма. А это периферия. Это все разбитое по частотам. В нашем случае это миры. Они, вот это измерение. И мы ходим по этим мирам. Кто-то находится постоянно в одном мире, а кто-то способен перемещаться. Водочки принят и пошел пониже. Не обязательно. Абсолютно. Ну, а с водочкой точка. Это вот, ну, что пудо. Ну, так. Три. Еще многоэтажный один мир установится. Ты можешь приехать в магазин однажды, купить что-нибудь, а через какое-то время вернуться на это место, там этого магазина не будет. Вот. Я об этом только что и говорила. Более того, что ты, а ты приехал в этот магазин, заходишь туда, вот, говоришь, слушай, здесь магазин был, ты никогда здесь не был этого магазина. Ну, тебе-то не надо, доказательства тебе не нужны, ты сама это все переживал. Это вот оно. Это многомерность. Это многолистовая вселенная Сахарова. То есть Сахаров, который создал атомную бомбу, да, он занимался не только атомной бомбой, у него есть еще и модельное представление Вселенной, многолистовая Вселенная. Возник, почитай. Там вот что-то в этом роде описано. Вот. Но и это есть, и это существует. Это не то, что модельное представление, это мир целый. Там, где двое или трое соберутся, двое и дези. Да, я тоже сегодня принимаю уже. Среди них она прибудет. Если мы соберемся и выберем какой-то мир, ну, какую-то модель, она реализуется. Чуть припицы. Да, и в нашем мире президент Путин, да. Не мужик президент, а Путин президент. И этот мир, он же так, ну, и будет. И те, кто будет к нему присоединяться с этим мнением, они будут в этом мире жить. У них будет это 6G, вакцины. Это все действительно, можно, конечно. Можно вообще без телефона все это сделать. Запрограммировать, и у человека будет болезнь. А можно точно так же перепрограммировать, и у него не будет болезни. Это вообще легко сделать. Просто у нас тут на Земле пока таких сознаний, которые так можно сделать, нет. Проще делать через технологии. Ну, это серийное производство. Я про серийное производство говорю. Я понимаю, но это просто этап жизнеразвития определенной части цивилизации. Я вот так это вижу. Ну, можно и так посмотреть. Не какой-то кошмар, да. А просто часть цивилизации со своей пройдимой жизнью выходят в технологическую эволюцию. Вот так вот. И там у них, да, вот на нас все влияет. Так это то же самое, где люди делят в магию. Это мотивация. И все, и потом по каналам пошло. По твоему каналу там увидел Днисфер. По Яриковскому, по Людмиле. Понимаешь, просто вот какие-то небольшие, маленькие информационные очаги. И все, и это уже реальность. Потом, ну, все, это повестка дня. Потом это, ну, телевидение, потом, вот хочешь, не хочешь, но потом признает что-то, вот, когда что-то вот меняется. Так оно и меняется. Да, ну, надо менять. Со временем меня. Задержка. Пока они там транслируют, что надо. Не то, чтобы надо. Но просто если вот у тебя есть такая возможность. Потребность у него есть. Потребность формулировать. Поэтому он говорит, что надо. Мир, да, ты это делаешь. Да, это не для того, чтобы там какой-то другой мир другим людям создать. Они же все равно будут свой создавать или присоединяться к какому-то, который они услышат. Какому-то надо прийти. Пройти это все. Это что? Во-первых, монастырь, если в этой системе был, ты должен понимать. Я понимаю. Все церкви и монастырь, это две разных ветки. Да. Ну, нет. Ни разных веток. Ну, как сказать. Ну, по большому счету нет. Ну, так-то ты прав. Но по большому счету, глобально смотреть сверху. Монастырь, это служение. Это монашество. Это путь уже. То есть ты как принимаешь монашество, идешь этим путем. Да, это другая жизнь. Да. Уже в мир вообще не выходят. А здесь мир у тебя. Ты там немножко святым побил, побыл. Денег погрешу. Ну, в воскресенье покаясь там типа. Ну, так они так и живут. Потом через какое-то время у тебя выросла борода. У тебя сейчас борода, у тебя сейчас борода же. Выросла борода. Вот у нее нет бороды. У нее есть волосы, там что-то еще. Вот. А у тебя есть борода. Она же у тебя просто так не растет. Она тебе дана от природы эта борода. То есть, что это борода? Это орган чувств. Природный орган чувств. И вот у каждого волосика, как и у каждой руки, конечностей, есть пальчики. Вот. Издействуют. Они секутся. Пальчики у каждого волосика. Таким образом, они становятся функциональными. Когда ты обрезаешь, у тебя этого нету. Он кок лежит, обрежет ему усы, у него потеряется ощущение. Он мышей не сможет ловить. Но если ему разбрить шерсть, то нормально пережить. У усы. Сбрей, отрежь, и он потеряет способность. Тверской точно такой, что корыжий был, тоже, смысловухий и такой. Это вообще потрясающе. Борода. Орган чувств. Да. Вот это вот. Это длина бороды. Длина бороды. Длина бороды. Вот. Длина бороды. Это длина волны. Длина волны. Это антенна, природная антенна с наносферой, но женщины это волосы, коса, когда длинные волосы, косу делают одна коса, две косы, это антенна, длина косы, длина бороды, это длина волны, принимай, обычный специалист по радиосвязи тебе объяснит, это антенна физика. Ну я же звукорежиссер, ты забыл, я всю эту радиотехнику знаю, я все это, все шарю. Когда ты отращиваешь вот это вот до определенной длины, насколько ты вот внутри, вот это вот у тебя ощущение, оно тебе настолько, насколько ты настроен, настолько оно тебе отрастится. Вот все лишнее выпадет, само выпадет, у тебя вот будет определенная длина. И ты можешь войти в это состояние измененного состояния сознания, которое входит в другие там посредствия психотропных веществ, ты можешь самостоятельно войти в это, у тебя вот эта частота изменится, картинка другая проявится, тебе монастырь не нужен, ты пошел в пещеру, понимаешь, в пещеру, там где меньше света, потому что ты когда открываешь глаза, ну а оставляешь открытыми глазами и заходишь в темноту, ты можешь там вообще другой мир увидеть. вот это врата времени, там тебе раз и открывается. Понимаешь, и ты войдешь в состояние нового неба и новой земли, вот, поэтому они туда и уходят. А эти, они, они вот, что, Петр Первый, Отчихрист? Петр Первый, почему города трудно, потому что, чтобы бояли, они же были сами себе за умел, связью каждого. Это интуиция, нас это мы научили в школе, а вот это вот социум, он как бы, ну сделан это мода, мода, эстика, эстетика, эстетика. А сейчас, а сейчас ведь опять кипстеры породят? Конечно, меняется, меняется это все, да, это все в циклах, меняется. Исследования Пентагона показывают наличие бороды имеет прямое отношение к боевой эффективности. Это можно прочитать в опубликованном докладе исследовательской группы Zagin Solutions. Мы взяли 100 человек, 25 из спецназа, у которых были бороды и 25 спецназовцев, у которых бород не было. 25 из регулярной армии, которым было разрешено отращивать бороды для исследований и последние 25 были из регулярной армии без бород. Все 100 участвовали в боевых столкновениях в Афганистане. Результаты исследований были потрясающими. Из 50 солдат с бородами никто не был ранен и убит, точность стрельбы у них была значительно выше, чем у солдат без бород. Они лучше чувствуют, лучше воюют, как с детствием лучше воюют, потому что лучше чувствуют. Там вообще некогда думать, там только интуиция. И вот эта вот борода, как и волосы у женщины, длина волос, это интуиция. Как говорится, волосы длинные, ум короткий. Ум короткий. То есть, а от ума-то горе от ума. Оно же тоже известно, что горе от ума. Да, да, да. Много знаний, много печаль. Мы начали этот разговор о том, что ты можешь что угодно думать, и я могу что угодно делать. У меня есть физическая модель, вот физическая, которую я могу потрогать. У меня есть моя жизнь, которую я могу тоже ощущать. А другой человек, у него своя жизнь. И он тоже может настроиться на эти частоты, если он хочет их жить. Можно я же скажу? Прости. Смотри. У тебя есть своя жизнь. У него есть своя жизнь. У третьего своя жизнь. Это все индивидуально. Вы друг друга не чувствуете, как они чувствуют свою жизнь. А эту штуку ты можешь потрогать, он может потрогать, он может потрогать. Эта штука универсальна. Универсальна. Материальное, предметное, физическое устройство, которое можно подробно. Она отличается от идеи воплощенной материи. Эта воплощенная материя, физика, она нам говорит о геометрии пространства. Виток в одну сторону, виток в другую сторону. Цикл и фазовый переход. Аналогию проводим с природными явлениями. Что это природное явление? Оно существует, объективно существует. Оно природное явление. Какова амплитуду? А шаровая молния? Амплитуду можно же по-разному. А у шаровой молнии, конечно, амплитуду, да. Вот я об этом. Она же всегда работает. Шаровая молния. Да я не знаю, физику. Лично я видел шаровую молнию. Да, это проинтересное электричество. Переменный ток, допустим. Фазовый там вот. Вход, да? Нет, ну что может быть постоянный ток? Вот у нас, вот у меня, я здесь, я говорю, да? Из-за какого-то сообщества, которое возникло. Вот мы родились, мы родились, когда у нас пружины, пружины везде, в ручках, в автомобилях, везде. Все право встали. Они или левый, нет. А, или левый или правый, да? А дети, которые родились, вот сейчас, у них уже будет одна пружина в одном устройстве, левый и правый виток. Потому что у них будет вот третье состояние. Да. Как мы, как мы, мы это... А мы можем включить это в себе. Мы это не знали. Мы вчера это не знали. Вчера мы этого не знали, а сегодня мы это узнали. Потрогали, увидели. Мы можем сделать, да что вот ты говоришь, пасаргин, ты этот, как он, этот, лишь бы что-то продать, я помню. Коммерс, блин. Так вот, вот эта штука, вот ты ее в виде, ты ее замаскировал, замаскировал в виде изделия, пряжки или фибулы. И она влияет на человека. Да. Да. Только как эти символы... Даже объяснять не надо ему что-то такое. Он все равно видит. Он говорит, да слушай, это... А вот я видел бинтовое устройство, оно вот такое вот... Он же начинает думать по-другому. Он начинает так думать, понимаешь? То есть, ну энергии закручиваются уже по-другому в нем уже процессы... Так, причинно-следственные отношения, он думает начинает... Плюс еще, они как и внешние потоки, так и вот внутренние нейроимпульсы, у него тоже просто потрогав, потрогав эту штуку, там вот эту практику сделать, он по-другому начинает. Мы уже по-другому, это понятно. И подтверждает как раз то, что я сейчас тут запомнила. Да, 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 да. Как раз именно про это. Вот как бы они не раскрывают полностью, то есть люди вот часто вот в церкви, да, ну вот, они на том же уровне развития остаются вот так, ну, круг общения, который вот там. Чего, а вдруг это массовка? Просто массовка, слушайте, ну весь мир театра, люди в нем, актеры. Это так есть. Вот ты вот эту массовку смотришь, воспринимаешь это все всерьез. Ну это просто массовка, понимаешь? И послушай, Дем, вот ты, послушай, ну представь, ну кроме тебя, ну никого не существует вообще. Вот мы все, мы все, ну это твой сон, понимаешь? Ты там где-нибудь там, слушай, человек живет, 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 умирает, умирает. И вот представь, мы здесь говорим, у нас есть поверье, что умершие люди, они наши родственники, они здесь вокруг нас всегда. Почему мы их в ящики кладем, ты не знаешь? Это не тела, я сейчас не про тела. Это бывшая крема-заморозка, чтобы для всеобщего воскрешения сохранить остатки родственников. Просто мысль, мысль достоприменна. Прикольно так? Говорят люди, они рядом, умышли, они перешли в нетелесное состояние, и мы ими дышим воздух, 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 воздух для духа. Вот они перешли в другое состояние, в нетелесное, и вот они вот в этом состоянии, в котором мы дышим. А ты обратил внимание, у тебя есть такое понятие, что такое зевота? Человек-то зеваешь, зевнул, и что-то из тебя вышло или вошло, вот обратили внимание, как будто или туда, или сюда. Вот что-то такое, во время зевота, вот ты запомни, вот представь, что у тебя вообще как-бы ты один, а мы здесь все твой сон где-то. И ты вот, когда проснешься, ты как утром просыпаешься, ты серьезно так ко сну относишься? Так это для тебя будет все. Вот представь, а ты здесь паришься, во сне вообще паришься. Думаешь, слушай, выбор там какой-то, там что-то еще. А другие тебе здесь же, здесь же, в этом во сне, есть просветленные или пробужденные, монахи в основном, они тебе говорят, слушай, есть учение прямо такое, оно так написано там где-то, вот. Говорят, просто сиди. Пробуждение называется. Просто сядь в эту... Подъемную. Подъемную. И смотри просто на все это, что происходит. Просто сиди и смотри. Будь наблюдателем. Не мешай нам. Вообще никому не мешай. Ты сейчас, мы думаем, наслаждаться жизнью, а ты сиди, да? Так что ли? Нет, ну ради Бога, может наслаждаться. Нет, если бы ты наслаждался бы, ради Бога. Ну ты же страдаешь, ходишь, всем здесь накучаешь. Понимаешь? Не только сам страдаешь, да еще и другим это рассказываешь какие-то штуки, как тебе там плохо. Ты че? Ну не знаю. Че не знаешь-то? То есть, кому глубоко затянулся сон. Почему затянулся-то? А вдруг, видишь, это реальность о том сон. Вот я проснусь, а там оказывается я засну. А оно прямо сон во сне, сон во сне. То есть, кино смотрел же? Да, да, да. Как называется? Да. Вот в такой штуке. Вот и есть матрешка. Матрешка. Тем, матрешка. Фрактально. Да. Фрактально. Совершенно верно. Хорошо. И физика это все объясняет. Физика. Если хочешь, да. Вот ты, допустим, там, задался вопрос, человек задался вопросом. И если кто хочет получить ответ, он эти ответы обязательно найдет. Потому что все есть. Все на поверхности, собственно. Ну, для того, кто ищет. Вот. Продолжение следует...